Буду краток. Хорошая динамичная игра. Я думаю, она понравилась зрителям. Обе команды продемонстрировали хорошую интенсивную игру с созданием достаточного количества голевых ситуаций. В какой-то степени скажу так, что та эмоциональная составляющая, которая была в конце, остались десятером, проигрывали 0-1. И при этом не ослабили хватку, смело шли вперед, искали счастье у ворот соперника для того, чтобы спасти игру. И в принципе этот момент случился. Ну, вмешалась система ВАР. Ну, скажем так, тут я уже не в праве судить. Я думаю, главный арбитр разобрался в ситуации, ему виднее. Плюс есть помощники, которые на ВАРе работают. Ну, так в целом, еще раз говорю, игра динамичная. Мне понравилась она, как моей командой, хорошая динамичная игра с высоким прессингом. Так и соперник тоже предстал хорошей боевой командой с хорошим физическим состоянием. Поэтому в целом она была игра равная. Вот. Но соперник был чуть-чуть удачливый в реализации своего момента голевого. Молодцы, вопрос. Вадим Викторович, гол на 46-й минуте стал шоком для команды? Да нет, никаким шоком не стал. Я вот сейчас сказал, это единственное, что я предъявил определенную, скажем так, претензию команде, что команда нашего уровня не имеет права выходить на второй тайм, чтобы пропускать на 36-й секунде второго тайма. То есть 46-я минута, 36 секунд прошло, и мы получили такую атаку, где пропустили этот гол. Вот. Конечно, надо в перерыве, я призываю всегда быть сконцентрированы, особенно первые минуты, интенсивность поддерживать. А здесь получается, что мы вышли и так, как будто думали, что там 5 минут, там может минута, 2-5 уйдет на какую-то там еще раскачку. Ну, соперник включился, а мы проспали этот эпизод. Конечно, есть недовольство команде, я сейчас предъявил претензии именно только по этому эпизоду. Все остальное меня удовлетворило в игре моей команды. Как вы считаете, в момент ситуации, когда мы у себя говорили, что Николька, вы доволен сегодня выбором центрального уровня? Доволен я всеми действиями всех футболистов. Ошибки нету ни одной игры, где бы идея команды, любая команда действовала идеально. Да, всегда недочеты будут, какие-то ошибки будут, но в целом у меня нет претензий к команде, ни Гавриловичу, ни к кому-либо другому. Две игры сыграли, к сожалению, два поражения. Как вы считаете, станет ли от этого командой только сильнее? Ну и так мы становимся сильнее, потому что уровень международных этих игр, это уже одиннадцатый матч с учетом квалификации. Десятый, по-моему, да, матч с учетом квалификации. Конечно, десять матчей международного уровня на уровне квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы. И сейчас основной раунд Лиги конференции для нашей команды достаточно молодой, конечно, это большой международный опыт. Но хотелось бы, чтобы это количество проведенных матчей на таком уровне все-таки перерастало в какой-то положительный результат. В целом, еще раз говорю, если брать качество игры, то оно достаточно неплохое, оно не идеальное, но неплохое. То есть мы хорошо, в принципе, действовали и с Харцами сегодня, но, к сожалению, в двух матчах нет очков. Будут следующие вопросы. Скажите, как вам вообще атмосфера вот здесь, на стадионе Финляндии? Вы говорили, что будет не полный стадион, но тем не менее фанатсектор активно поддерживал. Понравилось вам это? Ну, в любом случае, играть при зрителях, пускай даже не полный стадион был, но хорошая акустика на стадионе, хорошая поддержка фанатского сектора соперника. В целом, еще раз говорю, атмосфера футбольная, антураж хороший. Естественно, конечно, приятно играть, даже пускай на выезде мы играем, болельщики поддерживают свою команду, но все равно в таком антураже приятнее играть намного. Мы чувствуем, что интерес к матчу был со стороны зрителей, вот финских хика, да, болельщиков. Естественно, что намного интереснее играть, когда есть шумовой эффект, поддержка болельщиков, пускай даже соперника. Сегодня сыграли в необычном комплекте желтой формы. Насколько это было для вас непривычно? Были бы тогда, может быть, оттекающие внимания? Да, нет, абсолютно спокойно мы к этому отнеслись. Все-таки хозяева хик выбрали бело-синие футболки. Естественно, что наши традиционные цвета тоже или белые, или синие. Естественно, нам пришлось делать выбор в пользу третьего комплекта формы. Я не видел никаких проблем, в принципе, форма хорошо смотрится с нашей символикой, и поэтому здесь никаких вопросов. Спасибо. С такой момент, как Джозеф Коррик пришел в Динамо, я на четыре матча провел поза-заялки, четыре матча на Валекс-запасных. Чем вы взяли? Ну, высокая конкуренция у нас на его позиции, поэтому, в принципе, мы его брали для определенной ротации, да, потому что играя на несколько фронтов, да, и в Еврокубках, и в чемпионате, плюс кубковые матчи у нас еще есть. Один матч кубковый в чемпионате в нашем кубковом розыгрыше в Беларуси, да, поэтому с этой точки зрения, конечно, нам обойма футболистов нужна, потому что то количество матчей, которые мы проводим, безусловно, не обходится без дисквалификаций, без каких-то повреждений, вот, поэтому с этой точки зрения мы и брали Акоров. В целом, квалифицированный футболист, надо ждать своего шанса, он будет, конечно, предоставлен ему, вот, я думаю, что он нам принесет еще пользу. Безусловно, у нас мотивированная команда, все ребята амбициозные, конечно же, мы хотим, как минимум, попасть в число 24 команд, которые, если первые 8 команд сразу напрямую попадают в 1-8 финала, то с 9 по 24 место попадают еще в плей-офф за то, чтобы побороться за попадание в 1-8 основного раунда Лиги Конференции, поэтому с этой точки зрения, конечно, у нас есть мотивация все-таки попасть, как минимум, в число 24 команд из 36. Субтитры создавал DimaTorzok